Приветствую вас. Я думаю, что вы знаете и понимаете, какой для вас сейчас самый близкий человек. Кто он для вас. Это не обязательно друг, это не обязательно человек, который вам симпатичен, это не обязательно кто-то из вашего постоянного окружения, но это тот человек, которого вы считаете близким для себя. И вот этому человеку вам нужно выразить все, что вы чувствуете. Все, что вы чувствуете, все, что вы думаете в текущий момент, все, что вы, возможно, хотите даже. А лучшим, конечно, вариантом будет, было бы, если бы это был муж. Вот, потому что муж это тот, с кем вы взаимодействуете все-таки на постоянной основе. Муж это тот, с кем у вас наибольшее количество общего. Вот. Но я отдаю себе отсчет в том, что, возможно, это не так, что, возможно, не в муже дело, что, возможно, мужу вы не доверяете. Но тут в том же, тут в том, что, так или иначе, то, что происходит сейчас, это не только ваша проблема, да, но это проблема и вашего мужа отчасти, потому что он за это также ответственный. И вот все, 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 что вы чувствуете сейчас, нужно выразить вам, нужно выразить кому угодно. Абсолютно, на мой взгляд, не важно, что это будут за чувства, абсолютно, на мой взгляд, не имеет значения, кто это. Вот, ну, нужно только, чтобы вы этого человека выделяли, а, ну, вот, именно вы, чтобы этого человека выделяли и все. А, вот, а, и, соответственно, этот дождь, с чего нужно начать. Там есть у меня ощущение, что, вот, очень вам сложно и тяжело было. Было и есть, все это время, в частности, из-за вашей привязки, например, к семье, к своим родным. И, в частности, из-за того, вероятно, что вы, ну, просто, вот, не чувствовали себя кому-то нужной. То есть, чувствовали, что окружение ваше, оно относится к вам не так позитивно, как хотелось бы. Вот, это первое. Второе, ну, второе, наверное, нужно определить, что больше, что сильнее всего на вас давит, потому что я отдаю себе отсчет в том, что здесь есть тема детей, вот, которая очень важна. Для вас. То есть, вы хотите, хотите, хотите детей для себя, но я бы, вот, наверное, все-таки, как-то бы раскрыл этот момент. То есть, почему вам дети так важны. И также я раскрыл бы момент, связанный со страхом того, что, значит, вы за своим мужем расстанетесь. Я бы этот, вот эти моменты, я бы их раскрыл бы, потому что это, на мой взгляд, именно то, что сильнее всего на вас давит. На мой взгляд, это то, что сильнее всего вас напрягает и так далее. Также я бы сказал, что ваши отношения с мужем, они вызывают вопросы, ну, то есть, больше вопросов, чем ответов тут. Потому что, вроде бы, с мужем у вас все хорошо, но, как-то у меня возникло такое ощущение, что вы достаточно отшужденные друг от друга. То есть, ну, у вас нет, нет контакта друг с другом, вот. Я не считаю, что это, там, трагедией, но, тем не менее, для вас, как бы, это может оказаться, ну, значимым просто в силу того, что это все-таки не последний человек в вашей жизни, да, то есть, ну, что-то он дозначит для вас. Вот, и что касается вопросов работы, что касается вопросов реализации, ну, здесь, на мой взгляд, ситуация такова, что у нас отсутствует ценностный аппарат, то есть, именно, вот, даже не аппарат, а ценностная составляющая от того, что вы делаете, отсутствует. отсутствует очень сильно, вот, потому что, ну, вроде бы, вроде бы, у вас есть опыт, у вас есть потенциал, у вас есть способности, но, как-то вот это все не реализуется. То есть, я не знаю, я думаю, что ценностный аппарат здесь нужно раскрыть, нужно раскрывать. Вот, мне так видится этот момент, потому что именно складывается ощущение, что вы потеряли ориентир в своей жизни. Вот, складывается, складывается такое ощущение, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление, что вы потеряли свой ориентир в жизни. Вот, и именно ценностный ориентир, то есть, вы говорите, что я не могу работать на, там, кого-то и так далее. Так ведь, ни одной работой на кого-то ограничивается дело. То есть, вы работаете на кого-то, да, но вы работаете на кого-то для чего-то. Ага, вот, для чего вы работаете, этот момент, на мой взгляд, никак не раскрывается абсолютно. Хотя он и очень важный этот момент, но он вами не раскрывается. Что, опять же, для меня является таким вот, ну, можно сказать, психологическим фактом. Вот, то есть, я вот на это бы обратил ваше внимание, я бы на это обратил ваши ресурсы, на это обратил, обратил бы внимание и то, что вы говорите. Ну, то, что вам делать, с этого начать. Вот, понимаете, а также хочется сказать, что ваш вопрос, он, на мой взгляд, задом несколько хитро, потому, ну, не хитро, а, так, знаете, вопрос-словушка. То есть, вы спрашиваете, с чего начать, да, но откуда мы можем знать, с чего вам начинать. То есть, вот то, что для вас важно, того и нужно начинать. Но мы не знаем, что для вас важно, потому что очень много вещей, вот, которые вы описываете, и они, эти вещи, для вас важны. Очень много вещей таких. И начинать нужно с того, что вам важнее всего. Может быть, вы, там, к маме хотите своей быть ближе, может быть, вы на папу обижены из-за того, что он решил психануть. Кстати, это никогда не происходит на ровном месте, это происходит всегда из-за каких-то предпосылок. Вот. Как правило. Поэтому, я думаю, что здесь вы оказались не в курсе каких-то событий, может быть, каких-то изменений, каких-то перемен, которые произошли. В жизни ваших родителей. Вот. И так далее. Вот, в принципе, такой ответ можно вам, наверное, дать на вопросы, которые вы задаете. Я вижу, что вы хотите переложить ответственность с нас, с себя на нас, вот, я вижу, что вы хотите переложить ответственность, и чтобы мы подсказали вам, как и что делать. Но, к счастью или к сожалению, это можете сделать только вы, и то, что вы себя потеряли, то, что вы потеряли, вот, то, куда вы идете, то, что вы забыли, куда вы идете, то, что вы отодвинули на задний план, вот, то, что, ну, то, куда вы хотите. Двигаться, и что для вас по-настоящему важно, это такая вот, я бы сказал, это системная тенденция, вот, и она, эта тенденция, ну, так просто не искоренится. Вот, я понимаю, что у вас сейчас нет денег на психолога, но мне хочется сказать, что вот, в том ключе, как вы сформировали вопрос, вы получите кучу ответов, чего вам нужно начинать, и как бы вы еще больше не запутали. Вот, поэтому я рекомендую вам ориентироваться исключительно на себя, единственное, единственное мерило и оценочное, и, как бы, сенс, это сам человек, вот. Вот, поэтому мне кажется, что только вот такая история, обратите внимание, что вы поддействовали, что не хотите жить после того, как заболела ваша мама, точнее, мне почему-то показалось, что не столько мама вас тронула, сколько то, что ушел отец, вот, как бы это не означало для вас, что вы теперь чувствуете себя обязанной, вот, своей маме, я не уверен, конечно, что это так, но что-то мне подсказывает, что вполне может быть такая история, то есть, вот, папа ушел, а теперь я своей маме что-то должна, а у меня еще там ребенок, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, кстати, по поводу ребенка, тоже, на мой взгляд, интересный вопрос, то, что у вас не получается не получается ребенка завести. Я думаю, что это связано с тем, что между вами и, собственно, мужем вашим нет доверия, и вот поэтому все время находятся какие-то препятствия для того, чтобы, вот, собственно, завести ребенка. Если бы доверие было, то, соответственно, было бы единение, и, соответственно, ребенок больше давно появился бы. Вот, ну а, что касается решения проблем, то, опять же, это приоритетность, то есть, я не знаю, конечно, ваших родителей, но я думаю, что взрослые люди, здоровые, дееспособные люди, должны решать свои проблемы сами. Это жестоко звучит, но мне кажется, что так. Вот, поэтому любая чрезмерная ответственность за родителей, это касается и вашего мужа, кстати говоря, тоже, ведет, на самом деле, скорее к негативу, чем к позитиву, не только для него, потому что он отдалился от вас, но и для вас. Вот, ну вот, пример, примерно, как-то так, я думаю, можно ответить. Очень много вы написали текста, да, вот, то, что вы боитесь старости, хотя бы еще далеко не старая, и вам, вам вот сколько, 37 лет, то есть, это далеко не старость. Вот, и, вот это страхи, а страхи, это, так сказать, инверсивные желания, ну вот. Поэтому, я думаю, что сперва нужно разобраться в своих чувствах, вам, вот, ну, не хочется жить, именно из-за того, что вы не в контакте с собой, а очень много делаете, потому что нужно. Вот, вот, такая вот история, также, вот, у меня возникло ощущение, что, вот, когда вы описывали свой быт, да, вот, с мужем, что работали и так далее, у меня, вот, интересно, возникло ощущение, что вы делали это, потому что надо было, потому что вам этого как-то хотелось, вот. Я, конечно, могу ошибаться здесь, я не претендую на истину в последней инстанции, но мне так вот кажется, мне так видится. Вот, если я прав, то с этим тоже нужно что-то делать, вот. А по поводу творчества, я думаю, что вы поступили, ну, как бы, конструктивно для себя, в том смысле, что, вот, если, допустим, не хотите заниматься творчеством, да, то вы, соответственно, и не занимаетесь, вот. Ага, придет время и будете заниматься. Другой вопрос заключается, конечно, в том, что, вот, вы, вы, ну, тут, на мой взгляд, знаете, вот, не соблюдена пропорция адекватная, то есть, сколько творчества и сколько, собственно, коммерции здесь, здесь, вот. Смотрите, какая штука. Ну, это, это, это уже, м-м-м-м, такие детали, на которые, возможно, обращать, обращать внимание сейчас было бы неправильно. Вот. Ну, вот, примерно, примерно так. Примерно так. Такой, примерно, можно дать вам ответ. Отдаю себе отсчет в том, что, наверное, этого мало для вас, наверное, ответы чего-то больше, но, пока что можно сказать вам именно так. Так. Вот. Очень жаль ваших, конечно, родителей, очень жаль родителей и вашего мужа. Вот. Очень жаль вашей мамы, которая осталась одна. Вот. И, ну, тем не менее. Обратите внимание на то, что вы пишете, что муж может не прислушиваться ко мне, и я тогда боюсь разрыва отношений, вот, с чем это связано, да? То есть, эм-м-м, почему, во-первых, во-первых, почему муж к вам может не прислушиваться, это первое. А, второе. То есть, вы здесь хотите сказать, что муж, э-м-м, как бы, ну, готов, э-м-м, обесценить, э-м-м, то, что вам важно. Э-м-м, почему вы не хотите жить с мамой? То есть, вот, вы говорите, что вам хочется слышать смех, а не ворчание, но ведь муж знает, э-м-м, какая его мама, и он, получается, на это согласится, значит, у вас и у вашего мужа. Разные представления о том, вероятно, как должны складываться отношения между родственниками, и, соответственно, здесь вы общий язык не нашли, и мне кажется, что в этом смысле, э-э, тоже можно поговорить, поработать, посмотреть, э-э-э, что и как, и уже, исходя из этого, можно будет принимать какие-то решения. Но пока, мне кажется, что наиболее проблемная ситуация, это про это взаимодействие с вашим мужем, в котором у вас нет, э-э-э, ну, доверия, в котором у вас нет понимания, вот, и так далее. А-а-а, мне кажется, что, э-э, вот эта вот проблема, основная, основная проблема сейчас, сейчас. Вот, э-э-э, что касается мамы, то мама ваша, она справится с тем, что отец ушёл. А-а-а, мы, кстати, вот, не знаем, почему он ушёл, да, то есть, то есть, э-э, он психанул, ну, я уже сказал о том, что, э-э, на ровном месте психов не бывает, и если он психанул, значит, у этого были какие-то причины, как-то тут тоже, наверное, надо поработать, тут надо точно следовать эти аспекты. Э-э-э, вот, ну, то есть, это важный момент, это очень важный момент. Вот так, э-э, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, а я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация ваша разрешится.